Итак, теперь мы будем с вами пришивать наши аппликации на цветочки. Единственное, что когда еще раз пройдетесь утюгом по флезелину, смотрите за температурой. Я немножко подпалила флезелин. Старайтесь не на очень горячем утюге это делать. Итак, первое, что мы с вами делаем, мы будем пришивать наш листик. Вот таким вот образом можем примерить себе, посмотреть, вот нам вот так, например, нравится. И пришиваем с изнанки потайными стежками. Вот так. Так, а следующую часть мы с вами будем пришивать, приподняв. Видите, вот таким вот образом. Как мы это делаем? Мы выходим и делаем несколько маленьких стежков в том месте, где у нас будет объем. На кончике мы крепим, если мы скрепим кончик, у нас получится объем. И еще несколькими стежками мы закрепим пологий край. Не который выпуклый, он у нас так и будет выпуклым. А вот этот вот пологий край. Можно вот здесь вот. Не в самом краю, а вот тут вот мы можем сделать стежки. Теперь мы берем следующий наш листочек и будем повторять с ним то же самое. Сначала мы фиксируем основу. А потом мы немножко его приподнимаем. У нас будет вот здесь поднят лежать на нашем листике. И у нас будет вот здесь небольшой такой объем. Тоже мы фиксируем. То есть получается здесь, здесь, здесь. В трех точках мы фиксируем всегда. И нам не нужна никакая проволока. Мы можем сами спокойно пальцем изогнуть. И несколькими стежками подшить все, что нам необходимо. Так, теперь у нас с вами есть еще два лепестка. Вы можете на свой вкус использовать. Можно все три пришить. Да, можно на самом деле пришить, например, один. И больше вы не хотите пришивать. Один можно сюда. Мне кажется, хватит. Я, наверное, больше пришивать не буду. Зафиксируем. А так, в принципе, вы могли бы сделать, например, вот еще один. Да, так же его подшить. Аккуратно вот так положить или сюда. И еще один, например, вот сюда. Да, и у вас было бы несколько объемных. Вот. И вот. Было бы несколько объемных лепестков. Делаем закрепку с изнанки. И переходим на бабочку. Все объемы мы с вами пришиваем, не раскраивая воротничок. Потому что мы будем пришивать потом заднюю часть до раскроя. Выкраивать мы будем уже после того, как пришили заднюю часть. Ну вот, по объемным, например, вот здесь. Да, вот у меня сделан вот. Вот и вот лепесток. То есть они в кучку собраны. Этот у меня с другой стороны пришит. Можно сделать так, да. Можно сделать вот так вот. Несколько вариантов. То же самое с бабочкой. Бабочка у нас с вами находится на цветочке. То есть она его практически закрывает. Поэтому пузико у нас с вами будет в центре. Да, мы с вами будем делать, пришивать ее таким образом. Но нам нужно, чтобы она за края не выходила. Поэтому все выходящие за края элементы мы будем с вами подшивать. Например, вот так, да, она там будет. Или мы можем чуть-чуть наклонить, чтобы это было здесь, чтобы нам меньше подшивать. И у нас, например, вот здесь будет, да, до края. Здесь. И это вот здесь. Точно так же мы фиксируем сначала серединку. И теперь начинаем подгибать наши крылышки. Срежем нитки, если они вылезают. Если сделать бархатные задники, как многие любят, я просто не люблю тратить время на задники, потому что я все пришиваю обычно крепко, то можно бабочку оставить тогда объемную. Она просто у вас будет болтаться. Можно, как вариант, например, бабочку и не пришивать. Сделать ей задники, сделать ее обычной брошкой съемной. Можете обработать изнанку бабочки, например, бархатом или тканью, сделать брошкой и прикалывать ее просто на цветок воротничка. Так. Спасибо. 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 Ну и вот третья точка мы с вами зашьем вот здесь крылышко. То же самое здесь, мы чуть-чуть подберем вот сюда крыло. Чтобы у нас оставалось место на сшивание. Которые будут нам мешать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.